Здравствуйте! Вы смотрите программу Актуальное интервью. Сегодня у нас в Гластях глава города Леонид Черкесов. Леонид Черкесов. Председатель Чебоксарского городского собрания депутатов. Дважды избирался от округа номер 10. Кандидат медицинских наук, врач высшей категории. В 1999 году был признан лучшим хирургом Чувашской республики. Автор многих научных трудов. С 2002 по 2010 годы главный врач городской больницы номер 7. 19 октября 2010 избран главой города Чебоксары. Женат, воспитывает двоих детей. В свободное время любит работать в саду, вместе с семьей заниматься плаванием и лыжным спортом. Любимый композитор и исполнитель Юрий Антонов. Любимая книга «Война и мир» Льва Толстого. Недавно в соавторстве издал учебное пособие по хирургии для студентов медицинских вузов. Леонид Ильич, здравствуйте! Здравствуйте! Очень приятно видеть вас сегодня в нашей студии. У нас есть несколько вопросов к вам, не только как главе города, но и как председателю Чебоксарского городского собрания депутатов. Леонид Ильич, ну вот за пять лет, наверное, много сделано. Чебоксары, Чувашская республика и Чебоксары в том числе являются лидерами по строительству детских садов в России. Да, у нас действовала специальная программа. И, наверное, есть какие-то планы на будущее. Пять лет прошло, но наказы от жителей, наверное, продолжают поступать депутатам, будущему депутатскому корпусу. Действительно, пять лет быстро пролетело. Но мы, когда шли, единые команды на выборы, команда «Единая Россия» в город, были определенные обещания перед избирателем, были наказы избирателей. И я считаю, что все основные наказы избирателей, вся та программа, которая в 2010 году, мы шли на выборы, она выполнена. Мы говорили, что будем строить детские сады. Вот в городе Чебоксара построено уже 14 детских садов. В этом году еще три детских сада мы планируем сдать до конца года. И очереди с трех лет уже, очереди нет с трех лет, даже с двух лет по льготной очереди, кто льготной категории горожан. Мы говорили, что, когда шли на аварию, будем благоустроить дворы. Вот с 2011 года целенаправленно идет в этом направлении работа. Здесь нам помогает глава республики Михаил Васильевич Игнатьев. Он ставит задачу, чтобы постепенно мы все дворы благоустроили. Вот с 2011 года мы участвовали в федеральной программе. 345 миллионов выиграли этих средств. С этого момента пошла работа. Сейчас, на сегодняшний момент, около 70% дворовых территорий благоустроено. И мы дальше будем. Более 400 детских площадок, детско-спортивных площадок уже сделано. Депутатами мы приняли не только дворы за асфальт, а расширять проезды. В перспективе на 2012 год уже было принято, что и автопарковки, и детские площадки, чтобы комплексно было благоустройство. И в этом направлении мы идем последовательно. И эта программа, она у нас работает. Мы говорили, что будем строить физкультурно-оздоровительные комплексы. Если посмотреть, действительно, 5 физкультурно-оздоровительных комплексов за последние 3 года было построено в Чебоксарах. И перспективы еще строительства, намеченные планы строительства физкультурно-оздоровительных комплексов в рамках празднования 550-летия. И это направление работает. И это дает результаты. Если в 2010 году у нас всего 28% населения города занимало физической культурой и спортом, сейчас это уже цифры в городе более 33. Это тоже здорово, что появлялись новые федерации, новые направления в развитии спорта. Но самое главное, появилось больше бесплатных детских секций. И мы говорим, что в этом направлении обязательно будет для нас важно, чтобы наши дети росли здоровыми. Что горожане приобщались к здоровому образу жизни. Мы говорили, что будем развивать дополнительное образование. Действительно, сейчас последние уже 2 года бесплатно городу дополнительное образование. В школах искусств, художественных школах, музыкальных школах дети учатся бесплатно. И мы нашли средства из бюджета города, чтобы это направление у нас развивалось. Мы говорили, что будем ремонтировать учреждения культуры, учреждения в городе. И это тоже все учреждения культуры в рамках празднования 550 лет. Они вошли на реконструкцию. Мы говорили, когда шли на выборы, что будем развивать школьное образование. Начали вкладывать, чтобы создавать условия для учебы. И действительно, это направление у нас идет, и есть результаты. Неплохие у нас результаты по единому госэкзамену в городе. У нас все больше детей. Мы начали выигрывать в всероссийских олимпиадах, республиканских олимпиадах. Все больше детей у нас поступают в престижные вузы. Потом возвращаются в республику. Это тоже здорово. Больше начали поступать технические вузы. Это говорит то, что наша промышленность развивается. В первую очередь, это электротехническая промышленность. Мы говорили, что будем повышать среднюю зарплату работников в бюджетной сфере наших предприятий. Действительно, мы даже идем с опережением. Если настоялось, что в 2015 году в той программе 20 тысяч средняя зарплата. Средняя зарплата по городу у нас уже 25 тысяч. И действительно, это хорошо, когда наши учителя, наши воспитатели получают достойную зарплату. Леонид Ильич, а будут ли в Чебоксарах строиться новые школы, новые спортивные комплексы? Как-то запланировано это на перспективу? Действительно, если сейчас проблема садиков, мы постепенно из года в год решаем. Настает вопрос строительства школ. На данный момент имеется проектно-сметная документация строительства двух школ. Это начнется в 2016 году строительство школы, микрорайон Гладково и микрорайон Богдана Хмельницкого. Но в каждом новом микрорайоне оставлены места под строительство школ. И развиваясь микрорайоны, конечно, здесь будут и школы. Это и Новый город, это и Финская, Финская долина, это микрорайон Ольгешево. Мы будем строить пристрой в школе, потому что это необходимо уже. Количество детей превышает, эта школа уже не уменьшает. Это и микрорайон Лента, и другие микрорайоны. И микрорайон Кувшинка запранирована строительская школа. Как и школы, как и детские САЗЭ. Что необходимо по нормативам, мы оставляем для этого земельные участки. Центр давно назревает построить школу такую, в первую очередь начальную школу. Первая начальная школа, она устарела. И действительно, в центре есть место, и будем перспективы планировать строительство этой школы. Недавно вы были на строительстве полигона Близнаучи-Боксарска. И там было сказано, что с 1 сентября полигон начнет принимать отходы. А с 1 января Пехтулинская свалка просто прекратит принимать мусор и будет рекультивироваться. Так ли это? Готов ли к этому город? И какие нужны решения? Какие нужны, может быть, принять нормативные документы? Все последние годы к этому мы готовимся. Все нормативные документы, которые нужны для этого, они уже приняты. Они приняты и городским собранием депутатов, и государственным советом. Действительно, для города очень важно, чтобы Пехтулинская свалка прекратила существование. Это, в первую очередь, экология. В первую очередь, это важно для жителей Новоюжного микрорайона. У нас была проблема периодически. И эта свалка горела, и запахи летний период, и грызуны. И действительно, с 1 сентября откроется новый полигон современный, который, соответственно, по всем требованиям, современным требованиям, можно сказать, вот такого европейского уровня полигона. Он откроется на территории, близлежащей территории Химпром в Новочебоксарске. А наша Пехтулинская свалка, она будет рекультивирована. Мы сейчас участвуем в федеральной программе, чтобы получить средства на рекультивацию этой Пехтулинской свалки. Надеемся, что мы здесь выиграем тот грант, и будут у нас средства на рекультивацию этой свалки. Здесь должна быть современная парковая зона. И это, конечно, даст толчок развитию и новому городу, и близлежащим территориям этого микрорайона. Что касается экологии, то экология была под постоянным контролем наших депутатов. Если посмотреть, я думаю, что это тоже участие в программе фонда реформирования ЖКХ. Вот в трех программах мы получили около 700 миллионов рублей. Один из, наверное, важных и крупных проектов – это строительство нового, я хочу сказать, завода, очистки фильтров для очистки воды, которая завраженно подается город. Вот это вот тоже такого проекта в России нет. Это по новым европейским стандартам строится. После запуска, а этот запуск будет уже с сентября-октября, в месте этого современного завода, качество воды в наших кранах еще должно улучшиться. Мы постепенно перейдем стопроцентно, чтобы у нас были в городе евроконтейнеры и были новые современные машины по вывозу мусора. Вот наша была задача и депутатского корпуса администрации, конечно, полинова и полигон в отдалении от города. Наша была задача, чтобы тарифы для населения значительно не повышались, а повышались планомерно. И, конечно, это удалось нам достичь. Новый мусороперегрузочный цех строится в Чебоксарах, и здесь мусор в течение 6 часов будет сортироваться, брикетироваться и уже отвозиться на новый полигон. Это значительно облегчит, удешевит вывоз мусора на новый полигон. Леонид Ильич, многое сделано, многое вы намечаете на будущее, планы большие, но у нас 13 сентября единый день голосования, и я так понимаю, что чебоксарцам также предстоит выбрать депутатов, новых депутатов седьмого созыва, насколько я понимаю. Но я знаю, что вы готовились к этому, к дню голосования. В мае прошли праймерис, и вы получили почти 75% поддержки чебоксарцев. А вот как проходит подготовка, что означает праймерис в целом для чебоксарцев, не только для депутатов, но и в целом для чебоксарцев? Ну, действительно, это проект «Единая Россия». Он, я считаю, был очень необходим в плане того, что нужно было определиться с кандидатами от «Единой России». Мы выборали самый демократичный, вот первые варианты. Это максимально приближенным выбором. Четыре варианта проведения праймериза было, и мы выборали самый демократичный. Во всех избирательных участках, которые проходили в день голосования, будет открытый, проходил праймерис. 106 избирательных участков было открыто по городу. И максимально в течение месяца мы принимали заявки. Любой мог участвовать в праймерис. Каждый мог стать участником и посмотреть, поддержат ли его горожане, может ли он дальше продолжить борьбу за депутатское кресло, может ли он стать кандидатом в депутаты. И здесь действительно открытая форма была. Здесь одна треть участвовали даже не члены «Единой России». Вот были 178 было подано заявок, и конкуренция была в округе. В каждом округе 6, там в 9 мест колеблило в разных округах. И даже не члены партии, они заручались поддержкой 10 членов партии и могли стать кандидатами. Действительно проходило интересно. В нашей городской группе, возглавляю я городскую группу, действительно очень большой процент горожан нас поддержало, 75%. А с кем вы шли в команде? Выиграла эта тройка. Кто максимально получили, попали в тройку, это Наталья Александровича Игумов и Олимпиада Иванова. Тройка будет сформирована после праймера. Ну и в каждом округе определились мандатники, определились тройка, кто будет возглавлять по округам. Это тоже интересно. Здесь посмотреть, мы говорим, что и предприниматели есть, есть и сфера образования, и здравоохранения, и физкультура, и спорт. Здесь 33% женщин участвуют в этой компании, молодые. То есть 13 сентября чебоксарцы смогут найти в бюллетенях тех людей, кто участвовал в праймере, и, возможно, новых кандидатов, которые захотят тоже поработать на благо города. Да, ну чебоксарцы действительно, я думаю, что большой выбор для них, самое главное им не ошибиться, а самое главное пожелание чебоксарцам, чтобы они действительно выбрали тех депутатов, которые будут работать на благо города, на благо жителей города. Не просто вот обещаниями будут заниматься, а будут, покажут реальные дела. Спасибо большое, Леонид Ильич, что приняли участие в нашей программе, ответили на наши вопросы. А я напомню, что сегодня в программе «Актуальное интервью» принял участие глава города, председатель Чебоксарского городского собрания депутатов, Леонид Черкесов. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»